Завалена успеваемость, школьные учителя спокойны. Усердие и ответственность – вот те качества, которые обеспечивают мальчику хорошие отметки в дневнике. Домашние задания он выполняет не просто добросовестно, а еще и с удовольствием. Ну, как любой ребенок, Валя обожает лето, каникулы, когда можно не ходить в школу. Да, лучше отдыхать. Ну, а учиться-то надо? Может, и не учиться вообще, и не ходить в школу? Ну, чуть-чуть можно ходить в школу, потом отдыхать. То есть побольше поодыхать, потом чуть-чуть быстренько поучиться и опять отдыхать? Да. А зачем учиться нужно? Чтобы память развивать. А как у тебя с памятью? Хорошо. Переворачивай, чтобы были красно-белые кубики. И ориентируйся на образец. Валя подкупает окружающих своим спокойствием. Он редко нервничает. У него всегда ровное настроение. Не каждый взрослый способен управлять своими эмоциями. А Валентин умеет. И разницу между хорошими поступками и плохими он понимает уже очень хорошо. Поэтому у Валентина друзей не так много. Он старается выбрать в друзья детей, с которыми можно отношения развивать. Валя и сам постоянно развивается. Он усидчивый, но любит движение и спорт. Катается на велосипеде, лыжах, роликах. С не меньшим удовольствием может порисовать или заняться лепкой. Валя очень сговорчивый. Он с готовностью откликается на любые просьбы. Будь то помочь или почитать стихи. Апрель-апрель на дворе звенит капель. По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро, скоро выйдутся муравьи после зимней стужи. Конфликты Валя не любит. Он может побегать, покричать за компанию с мальчишками. Но никогда не станет инициатором драки. А из-за чего вы подрались? Сном. Как я хотел первым на роликах кататься. И я с ним подрался. А он тоже хотел первым, да? У Валентина очень интересное познание. Он такие вопросы старается задавать значимым взрослым. Значимый взрослый на сегодняшний день – это учителя в школе, педагоги в центре. И люди, которые ему симпатичны. Ну, он, в общем-то, у него со всеми окружающими довольно хорошие отношения. У Вали есть проблема, которую ему приходится постоянно преодолевать. Он плохо выговаривает некоторые звуки. На занятиях с логопедом мальчик очень старается. Ему хочется правильно говорить, и он готов над этим работать. Замо. Не торопись. Рак. Задуга. Умница. Закета. Отлично. Закетка. Занес. Его можно, в общем-то, очень хорошо воспитать, дать ему хорошую основу нравственности. И он ее усвоит. Он не будет сопротивляться, как многие дети это делают, когда им навязывают. Он не навязчиво, но он все равно впитывает, и он видит, как нужно вести себя в обществе. У него складывается понимание, что такое хорошие манеры. И как себя нужно вести, как себя подать, какие вопросы нужно задавать. И он стремится, в общем-то, прислушиваться к наставлениям взрослых. Валинопокладистость не говорит о бесхарактерности. О целостности его натуры можно судить уже хотя бы потому, как упорно он стремится к познанию и совершенствованию. Вот только пока ему чаще всего некому бывает задавать свои бесконечные вопросы. Посмотри, какие красивые боссы. А кто тебе эти бусы сделал? Это. Кто тебе сделал? Ну, наши ребята тебе делали, да? Да. И давай, Хадине, на головку давай. Вот. Вспомним, как тебя поздравляли с днем рождения. Четыре года дата не круглая. Однако день рождения Хадижа превратился в большой праздник для всей группы. Дети смастерили маленькой моднице много подарков. Танцевали, готовили именинницы, пожелания. И все это делали с удовольствием. Потому что... Ее все в группе очень любят. И мальчики, и девочки. Потому что она добрая, ласковая. Она не создает конфликтных ситуаций. Если дети ссорятся между собой, она всегда поделится игрушкой. Погладит по головке, утешит. Вот такой вот она у нас миротворец. Подарком Хадижа была необыкновенно рада. Она не расстается с ними в течение всего дня. Наденем на головку? Да. А тебе понравилось? Как ребята сделали для тебя такой подарок. Понравился он тебе? О, как красиво. Да, она у нас два дня ходила. Хадижа необыкновенный ребенок. И рассказывать про нее можно бесконечно. У девочки ДЦП. Она не может ходить. Но при этом старается быть абсолютно самостоятельной. Четырехлетний ребенок проявляет небывалую волю. Она будет ползти до двери. Она будет подниматься и стараться открыть сама дверь. Даже если ты пытаешься ей помочь, я сама. Ну, конечно, рады ее вот такой инициативности. Поощряемся очистки. Потому что это характер. Это ее жизнеспособность. Как она дальше сможет в жизни жить. Да. Ну, ставь ножки. Ой, какой молодец. Ну, вот и все. Молодец. Молодец. Любые занятия для Хадижи и удовольствие общения, и испытания на выносливость. Поразительно, как она занимается физкультурой. В спортивном зале девчонка старается ни в чем не уступать детям с сохранным здоровьем. Делает те же упражнения и в том же темпе. Иди ко мне. Давай, вставай. Давай, вставай. Вот, ножки сама ставь. Вот, ставь ножку. Вот. Ой, какая ты молодец. Хадижи невероятно улыбчиво. Она всегда в хорошем настроении. Девочка полностью открыта миру, не опасаясь какой-то враждебности с его стороны. Это она поет колыбьями. Я поняла. Девочка очень ласковая. В ней ярко выраженное вот такое вот материнское, женское начало. Она любит играть с куклами, укладывать спать, кормить, угощать, качать. Вот все, что вот мама должна детям делать, вот она все делает. Хотя, в общем-то, она этого не видела. Но видно это вот в ее природе. Сильное женское начало у Хадижи проявляется во всем. Как настоящая восточная женщина, она необыкновенно трудолюбива. После занятий все материалы и игрушки раскладывает по местам, причем в том порядке, в каком они лежали. Вот ей 4 года. Она может рассказать то, что было вчера, то, что было на утренниках. И потом она очень артистичная. Она все это рассказывает в лицах, с мимикой, глаза горят. Очень большая кокетка она у нас. Любит песни петь. Хадижа и танцевать любит, участвовать в хороводах. Она сидит в колясочке и танцует руками и всем телом. Она страшная кокетка. Если у нее нет ответа на какой-то вопрос, она легко выходит из положения, улыбается, щурит глазки. Малышке очень хочется ходить. И девочка готова вложить все силы в физические упражнения. Удивительный ребенок фактически борется за свое место в жизни. И при этом не унывает и не ожесточается. Более того, всем окружающим Хадижа дарит тепло. Где берет его малышка, которую никто и никогда не любил по-настоящему? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok